Если вы хотите увидеть больше грустных историй и крутых сериалов, для вашего удобства я их собрал у себя в плейлистах. Стоп, что? Почему она тонет? Как в комнате оказалось так много воды? Так, посмотрим, что было до этого. Так, кажется, она пришла убраться немного в доме. Как же много здесь? Ну вы поняли чего. Да, кажется, сегодня будет по-настоящему грустная история, потому что пока что всё разворачивается очень как-то непозитивно. Да, какие-то две подружки-подстрекушки начинают смеяться над домработницей. Да, посмотрите, это определённо домработница. У неё была и метла, и пылесос, и всё у неё есть. Ну что ж, она приносит пакетики для того, чтобы убрать те самые творения, которые наделали, судя по всему, вот эти подружки, да? Ну ладно, хорошо, не будем об этом. Ну и потихонечку она начинает убираться. Тем временем принцесса какая-то приходит и говорит ей, что не расстраивайся, давай я тебе просто-напросто помогу. Ничего страшного в этом нет. Как вы поняли, друзья, из этой сценки вот эта принцесса наняла к себе в дом домработницу, которая убирается. И, судя по всему, те две, я не знаю, как их назвать, хорошим каким-то или нехорошим словом, подружки-подстрекушки, это их дочери. Ну и, в общем-то, принцесса помогает убрать вот эти вот помёт и, как бы, говорит, не расстраивайся. А вот эти вот девочки начинают над ней смеяться, глумиться, хотя что тут смешного, я сам не понимаю. Как можно с этого смеяться? Тем временем, эта домохозяйка снова приходит на уборку. И они взяли, написали мелком на доске, жирная корова. Домохозяйка это заметила и, конечно, ей стало неприятно. Её назвали жирной коровой. Ну, кому это будет приятно? Какой кошмар. Ты приходишь сюда денежки зарабатывать, убираться, делать работу, а над тобой вот так вот смеются и глумятся. Это, конечно, очень ужасно, очень плохо, но, ладно, может быть, всё ещё изменится и девочки эти поменяются. Дадим им шанс всё-таки. Ну, конечно же, расстроенная домохозяюшка уходит из этого дома, идёт к себе домой с этими пакетиками, с этим стендом, на котором написано жирная корова. А принцесса понимает, что у неё очень какие-то плохие дети. Либо это, я не знаю, может, это не её дети. Вот, видите, заплатила ей, директорша заплатила ей за уборку и ушла к себе домой. Кстати, может быть, это она главная в этом доме? Ну, непонятно. Не суть. В общем-то, она приходит и каждый раз денежки складывает к себе в шкафчик. Молодец, умеет копить. Посмотрите, копит денежки, не тратит. Копить нужно уметь. Молодец. Дальше она проходит к себе домой. Дом, как вы видите, у неё, ну, не очень богатый, ну, обычный. Ну, главное, что всё есть. Даже камин. И тут у неё болеет бабушка, которую она постоянно пичкает таблетками, чтобы та, в свою очередь, так быстро не умерла. Немножко грубовато, конечно, звучит, но зато правдиво. Но самое главное, что она заботится о своей бабушке. Это очень здорово. То есть она, видите, и работает, и о бабушке заботится. Вообще просто умница. Девочка молодец. Вот надо такую брать в пример. Но, как бы, она всё равно понимает, что не так уж у неё жизнь нехороша. И что пока что, ну, как бы, грустненько всё. Она приходит в очередной дом убраться. Пылесосит абсолютно всё. Ну, и вроде настроение у неё такое хорошенькое. Как бы, ну, ладно, чё, новый день, нормально. И тут она находит комнату. Прям просто рай для девочек. Всякие палетки. Всякие духи. Всякие кисточки. Очки. Шкатулки. Расчёски. И тут она находит корону. Золотую корону, между прочим. И решает её померить. Почему бы и нет? Почему бы хотя бы на минуту не побыть королевой? Ну, хотя бы попробовать, что это такое носить корону. Ну, конечно же, у неё светятся глаза звёздочками от такого события. И это действительно хотя бы что-то радостное в её жизни. Но тут вот эти вот две подружки-подстрекушки это замечают. И им это почему-то не нравится. Ну, что такого-то? Ну, подумаешь, взяла померить. Ну, и что? Ну, они давай как это, ну, вы поняли, стучать. По-другому я не знаю, как сказать. Стучать просто, жаловаться. А, нет, вот, смотрите, что произошло. Ага. Они задумали что-то коварное. Ха-ха. Они что же будут делать? Стоп. Что? Зачем они включили воду? Подождите-ка, кажется, я чего-то не понимаю. Они включили воду, ушли. И закрыли на ключ. Домохозяйку вы что совсем сдурели? Что они творят? Зачем так? Что они делают? Смотрите, домохозяйка пока тут убирается. Понимает, что она не королева. Ну, думает, надо продолжать уборку. Потому что работа есть работа. Нельзя отвлекаться. Все-таки чуть-чуть отвлеклись и нормально. Ну, и, соответственно, продолжает дальше пылесосить. И тем временем комната начинает заполняться водой. Какой кошмар. Это же надо было так же. Это шутки такие у них или что? Я не понял. Это по их поводу смешно. Посмотрите, они не пускают принцессу наверх. Заговаривают ей зубы. Пытаются всячески ее прогнать от двери, чтобы она не подходила. Нет, это все-таки, видимо, их сестра. Это не их мама. Вот, видите, потому что они могут ее прогонять. То есть она как бы среди их троих лишняя получается, по их мнению. А та тем временем уже просто не знает, куда деваться. Всплывает просто до самого потолка. Дрыгает ногами. Возможно, она не умеет плавать. Просто кошмар происходит. Как же я переживаю за нее. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Так, смотрите-ка. Принцесска бежит к своему брату, может быть, да. И говорит ему о том, что давай-ка, братишка, помоги. То там эти злые сестры мне опять покоя не дают. Не пускают почему-то меня в этот лифт. Ну, соответственно, брат идет разбираться. Придется ему отвлечься от своих игрушек. Он, конечно же, с легкостью их прогоняет. И одну, и вторую. Хоть они и недовольны. Но он легко их прогонит. Смотрите, хоп. И двери открылись. И как только открылись двери, всех залило водой. Ну, просто прекрасно. Так, и что же, что же тут такое? Вода вытекла, но девушка, вот эта домохозяйка, без сознания. О, очнулась. Давай-давай, прыгай еще на ней ногами. Давай-давай-давай. О, слава богу. Хуха, хорошо, что все в порядке. Просто отлично. И посмотрите, кажется, кажется, она влюбилась. Ну да, конечно, он же ее спас. Как может быть еще иначе? Ладно, она пришла домой, даже повесила его портрет на стену. И кушает какие-то хот-доги. Так может, хватит хот-доги есть? Тебя и так жирной коровой назвали. Причем она реально питается, ну, какой-то ерундой. Зачем? Для чего она это делает? Возьми гречку. Почему ты не ешь творог? Да, правильно, так его. Кидай его на землю. Нечего ему тут делать этим хот-догом американским. На, пошел вон, пускай съедят это птицы. Птицы хотя бы покушают. Ну вот она понимает, что нужно как-то действовать и соблазнить этого самого братика. Встает на весы. И понимает, что тут все плохо. Веса просто зашкаливают. И что-то надо с этим делать. И она принимает решение, достаточно опрометчиво, скушать целый огурец и качан капусты. Как будто бы это чем-то поможет. Видно, что у нее вообще нет никаких знаний о питании. Нельзя питаться одной капустой. Просто нужно не есть сладкое. Одно правило. Просто не ешь сладкое. Это так легко. Но в то же время так сложно. Я ее понимаю. Но, тем не менее, она продолжает уборку в этом доме. Пытается соблазнить этого парня. Но парень на нее не обращает абсолютно никакого внимания. Тут принцесска разгулялась что-то влево-вправо. Что она увидела? Она увидела, что... Она поняла, почему домохозяйка крутится здесь на первом этаже. Ну, ладно, думает. Ничего страшного. Тут она приходит ночью уже к ним домой. Видимо, тайно пробирается. Потому что у нее были ключи. Это же домохозяйка. Они ей ключи оставляют, конечно же. И тут она решает пойти в спортзал, который установлен на втором этаже. И просто жестко бегать. Жестко крутить педали и сжигать. Наеденные калории за многие-многие года. Понятное дело, что за один-два дня это никуда не убежит. И даже за месяц. Это долгий, упорный процесс. Но пришли какие-то подружки опять. И начинают ее фотографировать. Типа вот, смотрите. Она пришла ночью в спортзал. И еще она жирная. Ну да, что они еще могут умного сказать? Это просто кошмар. Но принцесска такая, ну ничего страшного. Ну пришла и пришла. Ну хочет заниматься человек. Так пусть занимается. Главное, чтобы желание было. Тут она снова встает на весы. И понимает, что ну все-таки так быстро вес не уходит. Это реально нужно просто не есть сладкое. Еще раз говорю. Не обязательно даже спортом заниматься. Так, ну в общем-то, она решает работать дальше. Но она как бы понимает, что если она будет прикладывать очень много усилий. И самое главное, на длительное время. То она, конечно, похудеет без проблем. В этот момент приходит принцесска. И кажется, она принесла ей два каких-то подарка. Что же там? Мне самому интересно. Там, наверное, велотренажеры? Или нет? Как вы думаете? А, давайте сейчас посмотрим. Ну давай, давай, распечатывай скорее. Что же там внутри? Ну. О, ничего себе. Платье и корона. Ого. То есть теперь она королева? Ха, интересно. Очень интересно. Но ей так, конечно, это очень приятно. И задело ее сердце, что ей принцесска подарила целый наряд. Да, это, конечно, очень круто. Но нужно похудеть. О, да. Она уже похудела. Отлично. Допустим, прошло полгода. Где-то так должно примерно пройти. Ну ладно, два месяца. И она понимает, что она похудела. Она влезает в это платье. Все отлично. И тут она идет на небольшую вечеринку, где все пьют капустный сок. Она заходит в дом. Ну, по приглашению, конечно же, той самой принцесски. Потому что та не могла ее не пригласить. И после этого, что же будет дальше? Наверное, она будет крутиться-вертеться около того симпатичного парня. Давайте посмотрим. О, да. Кажется, она уже где-то рядом. И у парня просто падает бокал из рук. Он просто офигевает с того, какая красотка пришла к нему на вечеринку. Ну, конечно же, он берет ее за ручку и уводит. Вы сами знаете, куда. А эти две сеструшки-подружки, как всегда, недовольные. Почему? Потому что они всем желают зла. На самом деле, друзья, вот мораль этой истории, никогда никому не желайте зла. И ваша жизнь преобразится очень сильно. Даже если вас обидели, не нужно обижать в ответ. Нужно просто отстраниться от таких людей, не общаться больше, и все. Видите, что они творят? Посмотрите, они разбрасывают тюбики по полу, а та их ходит, собирает. То есть, всячески ее унижают. Но как раз-таки потом, когда вырастут эти все девочки, то самая счастливая из них будет как раз-таки вот эта домохозяюшка. А вот эти вот курицы, которые всем всю жизнь портят, они по сути себе сейчас жизнь портят вот этими действиями, формируя из себя плохого человека, который не будет приносить счастье в этот мир. А такие люди, с такими людьми никому не приятно иметь дело. Видите, пришел заступничек, все быстренько тряпкой в лицо, вот это обратно кинул, все, так им и надо, видите. И дал колечко своей домохозяюшке. И та, конечно же, просто растаяла от такого. И это просто что-то волшебное. Действительно. Как думаете, она заплачет от счастья? Нет, она просто сердечками глаза сделала. Ну, тоже неплохо. Нормально, в принципе, пойдет. Ну и все, дальше они ушли, вы сами знаете куда, в закат. А эти две подружки остались просто здесь в ванной. Вот такая история. Ну, а прямо сейчас на ваших экранах вырезало 4 видеоролика. Нажмите на один из них для того, чтобы продолжить просмотр. Субтитры назвал DimaTorzok. Продолжение следует...